Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Самая холодная ночь в году для спасателей Гомельской области стала одной из самых жарких. В МЧС зафиксировали всплеск пожаров, которые закончились гибелью людей. Возгорания произошли в Гомельском, Добружском и Жобинском районах. Два человека погибли. Наиболее вероятной причиной пожаров в населенных пунктах Нивы и Жгунь является нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. К тем людям, чьи пожилые родители проживают в населенных пунктах, в жилых домах с печным отоплением, просьба уделить им внимание в целях обеспечения их безопасности. И если есть такая возможность, то на время морозов забрать их в квартиры, ну и в более, скажем, безопасные условия проживания. Сильные морозы оказались на руку угонщикам автомобилей. В Гомеле неизвестные воспользовались упущением автовладельца и без особого труда угнали его Мерседес. Прогревая утром двигатель машины, хозяин решил не мерзнуть в салоне, а провести время с пользой. Выпить дома чашечку горячего кофе. Ключи оставил в машине, двери не закрыл и, безмятежно вкушая напиток, поглядывал на авто из окна своей квартиры. Пока мужчина спускался вниз, в его Мерседес серии ML просто кто-то сел и уехал. Выйдя на улицу, хозяин увидел только следы от колес своего автомобиля. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что злоумышленники пользуются любой возможностью, чтобы обогатиться за чужой счет. Даже с учетом таких морозной погоды, плохих погодных условий, необходимо быть более бдительными. Случаи обморожения со смертельным исходом зафиксированы в Гомельской области. В минувшие выходные в лесу Добружского района егерь обнаружил тело мужчины. Замерзшим оказался 40-летний гомельчанин. В Брагинскую больницу доставили местную жительницу с диагнозом «общее переохлаждение и обморожение рук и ног». Спустя час сельчанка скончалась в больнице. Сначала вместе отметили праздник, а потом совершили в отношении своих новых друзей разбойное нападение. В Гомеле мужчины, отметившие 23 февраля, в компании случайных, но гостеприимных знакомых, совершили налет на их квартиру. Утром после хмельного застолья хозяева сын и отец проснулись от звона разбитого окна. Разбойники ворвались в дом, связали мужчин и похитили два ЖК-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку хозяина. 300 белорусских и 3000 российских рублей, а также серебряное изделие, куртку, ботинки. По подозрению в совершении разбойного нападения, задержанный неработающий житель Гомельского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, а также гомельчанин, который ранее был судим за грабеж. Таковы новости к этому часу. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова